Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Та Жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за игрока FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Сегодня у нас три матча, как обычно, две выездные игры. Одна против Халл Сити, другая против Шеффилда, ну и домашняя игра против Лутона. Халл Сити сейчас идет на пятом месте, в случае победы хозяев они нас просто обойдут на одно очко. Но у нас отставание минимальное до первого места, поэтому нужно набирать очки и показывать свой характер против серьезной команды. Составы на ваших кранах, поехали! Приехали поддержать КПР на выездную игру против Халл Сити, его задание на этот матч. Оценка не ниже 8.5, гол, либо голевая передача и командное владение. Давайте попробуем оценку 10.0. Нижняя часть турнира таблицы, но могут, почему бы и нет. Шадипо с мячом, удар Йохансона и будет угловой. Опасная передача. Здесь Оскар и дальше удар, и вот наш голкипер справляется. 12-ая минута, справились, но сейчас атака хозяев продолжается, снова удар. Здесь уже Диенг очередной раз спасает в этом матче и снова будет угловой. Серри. Снова у Волкера не получилось мяч прихватить, Циник. Удар и 1-0. Но здесь все по совокупности. Халл Сити наигрывал на этот гол, он все-таки и забил. Тут уже вопрос времени был, когда это получится. Ну и вот, КПР снова себя загоняет во временные рамки. 56-ая минута. Время, в принципе-то, еще есть и то, чтобы победу даже вырвать. Поэтому надо стараться сейчас КПР. Моментов у них практически не было даже в первом тайме. Именно удар по воротам даже. Серри. Пас на игроках Алл Сити. 74-ая минута и опасный был удар. Но в итоге наши голкипер справляются, будут угловой. И меняют Уолкера. Вот так вот. Харри Уолкер ничего особенного не показал за этот матч. 84 минут сыграл. Ни одного даже удара. Ничего, в принципе, даже КПР не могли показать в этом матче. Можно и передачу в центр отдавать. И Дайкс. Хороший какой был момент. Но в сказке, скорее всего, не будет. Раньше мы помним, как КПР забивали на последних минутах. Это было буквально пару матчей тому назад, в этом же сезоне. Но вот. Сказка против Алл Сити сейчас вряд ли сработает. Две минуты добавил арбитр. Финальный сысток. Минимальное выездное поражение. У КПР Халл Сити сделал свое дело. Они еще и в первом тайме должны были забивать. Но получилось действительно реализовать свой момент. Лишь только во втором тайме. Здесь по статистике все видно. Один удар против трех. У КПР ровно на один мяч КПР, так сказать, наиграл. Но вот сейчас, если бы Дайкс забил, было бы все замечательно. Но вот Халл Сити наиграли на чистых два мяча. Там уже благодаря нашему галкиперу счет не увеличился. Ну и ни одно задание мы не выполнили. Так, ну у нас 12 уровень и дали нам 3 очка навыка. Давайте скорость будем дальше прокачивать. Потому что мне кажется, вот Волкер, как Вингер, должен максимально по скорости себя показывать. Поэтому остальные вот эти вот характеристики мы чуть попозже прокачаем. И у нас остается 1 очко навыка. Давайте это я куда-нибудь уже в дриблинг, наверное, добавлю. Вот в тот же баланс. Ну что же, после 9 сыгранных матчей в чемпионшипе КПР занимает 9 строчку. Но тут, в принципе, ситуация такова, что конкуренция по очкам очень здесь близка. То есть 1 очко все так же остается у КПРа до Престона. Лишь только вот Халл Сити их обошел. Именно КПР. Поэтому как-то так. Ну а мы играем против Шеффилда. Команда тоже. Если я не ошибаюсь, в прошлом сезоне играла в английской премьер-лиге. Сейчас занимает 7 место. 15 очков у них в активе. Но снова для нас выездная игра против серьезной команды. Будем честны. Поэтому уступать больше нельзя. Надо реализовывать свои моменты. И лично для Волкера вообще ничего не показал в матче против Халл Сити. Состав в наших ранах. Поехали. Снова выездная игра для Куинс Парк Рейнджерс. И задание на этот матч. Получить ценку ниже 8.5. Забить гол и не проиграть. А ценку я пытался. Получить не получилось. Давайте попробуем действительно не проиграть. И взять сверх задачу. Именно выиграть в этой игре. Будем стараться. Харь Волкер уже что-то из себя покажет. А вот Игон не дает пройти Волкеру на вот дриблинге этом. В итоге Лейерт отлично здесь отпасовал на Дозеля. Волкер шикарно проходит. Отпасовывать бы надо. Дайкс забивает. Волкера дает голевую передачу. Вот на 15 минуте. КПР уже выходит вперед. Волкер показывает то что он лучший ассистент чемпионшипа. Вроде как лучший. Нам показали только что он лучший бомбардир. Семью забитыми мячами. Но здесь замечательно сыграл Дайкс. Корпус так поставил. С разворота неудобно пробил. Но главное что получилось забить. Ну а Дайкс забивает уже третий гол в 9 матчах. Балагун видит Волкера. Дает на него. Харри Уолкер. Сам лично смещает центр. Пас на Дайкса. Надо забивать. И не забивает. Как сейчас. Расстроенный раздосадован не только Дайкс. Но и Уолкер. Он мог снова сделать голевую передачу. Передача на Осборна. Тот дальше. Здесь уже и Норвуд. Да и пробить наверное уже можно. Нет. Пас центр. Ну вот так. Замечательно. Сами игроки КПРы сейчас. Голевую отдали на Осборна. И тот забивает. Сравнивает счет перед самым перерывом. Ну. Действительно. Здесь первым касанием надо было выбивать. Наверное даже если с рикошета. То голкипер должен был первым на мяче вот здесь быть. Но. А тут просто позволили пробить. И Осборн забивает. Сравнивает счет. И это его дебютный гол. В чемпионшипе. Решил перебросить. Так. Отлично. Что Дипо. Здесь уже и Уолкер. И. Передача на Дайкса. Нет. Не забивает. Снова Дайкс. Створ ворот. Вот. Вот хорошая передача. Что это такое-то сейчас было? Это Дозель? Или не Дозель? Мне кажется это Филд. Макберни. Сейчас с мячом. Ну. За это можно и наказать. Конечно. Осборн. И это 2-1. Осборн забивает дубль. Что-то ошибка сейчас была со стороны. Я даже не увидел кто это дело. Филд или Дозель? Но мне кажется что это Филд все-таки. На меня передача вот такую. То ли он перешагивал мяч. То ли специально пропускал. Чтобы на меня она дошла. Но. Для чего? И. Не забивает Дайкс. Сколько было растранжиренных моментов сегодня у Дайкса. Это просто ужас. Отлично. Дайкс справляется. Осборн с мячом. Передача. И. Хадара. Забивает третий. На последних там уже секундах. Буквально. А нет. Это было в сайт. Кстати. Минимальное. Снова. Минимальное поражение на выезде у нас. Ну. По факту мы вели. По ходу игры. Но. Не смогли удержать. Вот этот победный счет. В итоге дубль Осборн. Все и решил. У Волкера. Голевая передача за этот выездной матч. Ну и по заданиям. Выполнили лишь только участие в голах. Больше ничего. У нас игра против Лутона. Мы играем дома. Но теперь. После двух вот этих поражений. Мы со второго места. Или там с третьего. Уже сместились на седьмую строчку. Лутон. Идет еще раз повторюсь. На тринадцатом месте. У них пятнадцать очков. Но. Как видите. Разброс по очкам. Здесь. Небольшой. Всего лишь в четыре. Поэтому. Лутон будет сейчас пытаться набирать очки. Более видит. Что у КПРа идет череда поражений. Но. Домашняя у нас игра. Надеюсь. Получше мы сегодня отыграем. Дойч правда на стадионе. Состав в наших ранах. Начинаем. Итак. Дойч на стадионе. Все меньше и меньше. Конечно. Становится болельщиков на трибунах. После последних результатов КПРа. Но поддержать команду все-таки нужно. Задание. Обвод. А. Вот. Обвод. Да. И передач. Но передача и так минимум 75%. Поэтому давайте обводки возьмем. Попробуем. Играем против Лутона. Команда не такая конечно как Халл Сити и Шеффилд. Но. Все-таки. Побеждать надо было и против Лутона. Против тех команд. Мы проиграли лишь минимально. Если и с Халлом моментов у нас в принципе не было. То с Шеффилдом просто куча нереализованных моментов. И как же Дайкс нашел Волкера то. И забить бы. И забить бы. Нет. Но получилось все-таки у Волкера нанести этот удар. Но естественно. Голкипер помешал. Но дальше не прошло. Отлично. Волкер. Сам движется. И он уже в штрафной. Волкер. Подавать будет. И Дозель забивает. Вторая голевая подряд. У Волкера в двух матчах подряд. 23 минуты. И снова КПР выходит вперед во втором матче подряд. Но вот если против Шеффилда не получилось эту победу удержать. То вот против Лутона мне кажется сейчас мы просто ребята обязаны. Волкер. Шикарную форму свою набирает именно еще и в ассистентском плане. Нет. Ну вот здесь уже второй не пошел. Волкер. Еще одна подача. Дайк сделает. Счет 2-0. А Волкер оформляет свою вторую голевую передачу в этом матче. И третью в сегодняшнем выпуске. Ну вот шикарно. Вы просто посмотрите. Аккуратненько. Выверенная передача. И рядом с голкипером мяч пролетает. Ошо. Будет пасовать конечно. И в штангу здесь попадает. И слава богу кстати голкипер поменяли. Арчер. Теперь у нас на воротах. Я кстати этого не заметил. И рейтинга-то его даже не знаю. Но сил может быть не хватило. А до боя с мячом снова никто не накрывает. И дальний удар. Но Арчер справляется. Финальный свисток. Уверенная домашняя победа КПРа над Лутоном. Дозили Дайкс забили. У Волкера две голевые передачи за этот матч. Он в принципе и признан игроком матча. Ну и по заданиям сделали рейтинг матча и успешной обводки. Точной передачи у нас к сожалению 61%. Так а у нас события. И кстати Хэллоуин. У нас и в настоящее время когда я сейчас записываю тоже идет Хэллоуин. Так клуб хочет устроить события в честь Хэллоуина. Так и что же. У нас три варианта. А у нас денег то в любом случае нет. То есть у меня три с половиной тысячи. А здесь либо Хэллоуинская вечеринка команды. Отправляйтесь на Хэллоуинскую вечеринку и произведите фурор самым выдающимся костюмам вечера. А благотворительная Хэллоуинская вечеринка не бояться качаться. Вот. И провести Хэллоуин в спортзале. В соседней со стадионом школе на Хэллоуинской вечеринке собирают пожертвования. Отправляйтесь сюда как особый гость и вручите детям награды за лучшие костюмы. Но денег то у нас естественно нету. И ну никак я их не накоплю даже через 14 дней. Вот. Поэтому я наверное возьму очки стержня и очки маэстро. Заплачу тысячу. Так. А почему? А доступно через 14 дней. Все я понял. Я-то думал сейчас уже Хэллоуин идет. То есть нам показывают что надо накопить эти деньги. Ну на этом все. Мы заканчиваем. Сейчас КПР идет на третьем месте. У нас три очка отставания до первого. Как раз против Отфорда мы будем играть в следующем выпуске. Лучший бомбардир сейчас в чемпионшипе это Родригес. У него 9 забитых мячей в 11 играх. А Уолкер идет на третьем месте. У него 7 голов в 11 матчах. Но зато Уолкер лучший ассистент в два раза. Он обгоняет ближайшего преследователя Калу из Уотфорда. Ну а Уолкера 12 голевых в 11 матчах. Так. А кому интересно. Я сразу показываю вратарей. Вот у нас Диенг. Вот этот. Ну вроде рейтинг неплохой. 72. А вот этот Арчер сейчас играл против Лутона. И насухо отыграл. 66. У него рейтинг. Ну то есть Диенг вроде ну и рейтинг неплохой. Не знаю почему он пропускает. По Уолкеру статус может стать неординарным игроком. Я могу и трансфер запросить и аренду. Вот информации по интересу от других команд я не вижу. Вот статистика на данный момент. Так сказать на ваших экранах. Поэтому на этом мы будем и заканчивать друзья. Всем спасибо большое. Кто посмотрел этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это Жидор. До встречи друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok